Всем привет! Вентиляция. Какая она нужна быть? Нужна ли приточка, нужна ли отточка, нужен ли кондиционер и вообще как это все построить, сделать в реалиях небольшой фермы, домашней, если мы выращиваем просто дома и если мы выращиваем уже в каких-то более-менее больших объемах, у нас выделена какая-то отдельная комната или уже наращиваем объемы до какой-то фермы. Вентиляция нам нужна для того, чтобы растения росли быстро, растения росли хорошо, без болезней, без грибков, без плесени, также чтобы не появлялась никакая мушка, никакие жучки, паучки, таракашки и так далее, чтобы они у нас не появлялись, нам нужно делать хорошую вентиляцию, она как бы их будет изгонять, будет убирать всю плесень, разгонять воздух, чтобы он нигде не застаивался и везде был всегда свет. Итак, вот она моя ферма, три стеллажа, вот они, и четвертый стеллаж, это гидропоника, вот он, и вот здесь вот у меня стоят вентиляторы, один напольный, точнее настольный, стоит на полу, включен на максимальную скорость и один вот такой, тоже включен на максимальную скорость и они обдувают все эти три стеллажа, при моей температуре мне этих вентиляторов хватает, но я хочу поставить еще вот туда вот пару, потому что вот здесь прям будет стоять еще один стеллаж, ну и наверное еще по углам раскидаю, потому что летом будет сильно тяжелее с этим, на зиму два вентилятора, вот таких прям самое то. Один напольный, который стоит на уровне, примерно, моего лица и обдувает все полочки верхние, то есть верхние две полки тут, там верхнюю, здесь три верхние и он их обдувает, дует на максимальную мощность. Обдувает просто разгоняет воздух по помещению, чтобы он нигде не заставился, потому что, если мы возьмем какую-то, да, микрозелень, вот, например, если вы видите, у меня горчица стоит, в этой горчице, давайте покажу. Вот горчица. Шапка зелени у горчицы очень и очень густая, воздуху туда самому пройти невозможно, и если мы отодвинем руками, то у меня нету там плесени, но если бы у меня не было вентиляции, то плесень бы там была. Поэтому очень важно, чтобы была вентиляция, чтобы из-под этой шапки зелени у нас выгонялся воздух застоявшийся, то есть когда она у нас выросла, она начинает приснимать именно в самый последний момент, когда она уже выросла, когда туда воздуху очень тяжело пробраться и попасть. Делаем вентиляцию, чтобы она гоняла воздух по всей комнате, либо ставим на каждую полку конкретно кулера, чтобы они обгоняли все воздухом конкретно по каждой полке. Очень важный момент, что нельзя направлять вентиляторы напрямую на зелень. То есть у меня вентилятор стоит в двух метрах от полок. То есть от этой, от той, от той, от той он стоит в двух метрах и он крутится. Получается он обдувает все, крутится, а работает он 24 на 7. Если мы поставим какой-нибудь кулер, например, да, вот здесь и выставим зелень сюда, то он сразу же все высушит, сразу же вся зелень у нас погибнет. Если мы ставим кулера, то мы их ставим вот здесь, то есть прям по верху полки для того, чтобы он просто выгонял оттуда воздух и он оттуда уходил. Но я все-таки сторонник не кулеров, а сторонник больших вентиляторов, которые будут стоять и просто гонять воздух по всему помещению. Также у меня есть настольный вентилятор. Он примерно такой же, как напольный по размеру, да, лопасти такие же. Просто он на короткой ножке и я его поставил на пол. Он обдувает нижние полки, чтобы там тоже воздух не застаивался. Также очень важно, чтобы у нас была приточка свежего воздуха и чтобы старый отработанный воздух уходил в реалиях большой фермы, если мы уже работаем на объемы и у нас уже это не просто комнатка и не просто хобби, а уже работа, то тогда нам нужно делать и приточку и вытяжку в помещение. Очень грамотно, очень правильно все это сделать нужно, чтобы приходил свежий воздух, ставить туда сетки, чтобы никакие букашки не пробрались на ферму. В реалиях небольшой фермы, такой, как у меня, например, либо если вы выращиваете дома, у меня стоит кондиционер. Сейчас я его уже запустил, он работает. Сейчас я просто все выключил, чтобы хорошо записывался звук, потому что без этого никак. У меня стоит кондиционер, он забирает теплый воздух, выгоняет его на улицу по трубе, не знаю, видно, не видно, в окно он все это гонит. На окно я заделал все это деревяшкой и сделал вырез прямо под эту трубу. Откуда приходит свежий воздух? Свежий воздух приходит из форточек, открытых других окошек, форточки открыты, оттуда приходит свежий новый воздух и попадает в комнату. Также из-под двери попадает свежий воздух, потому что кондиционер воздух выкидывает, откуда-то новый воздух должен появляться. Он приходит из форточки и он приходит из-под двери. То есть свежий воздух из других помещений и с улицы тянется, но обязательно нужны сетки, чтобы никто к нам на ферму не пробрался из букашек. Вентиляция у нас работает 24 на 7, потому что нам нужно постоянно разгонять воздух, чтобы он нигде не заставился. Можно, конечно, все это сделать на таймер, там 30 минут работает, 30 не работает, но я все-таки советую 24 на 7. У меня стоит старый вентилятор, которому много-много лет. Он у меня работает уже целый год, 24 на 7 он работает целый год. И он работает, сейчас уже начинает барахлить, но зная, что ему цена 1000 рублей, я как бы думаю, бог с ним, он мне год отработал, куплю такой же новый за 2-3 тысячи и будет работать дальше. Нам нужна вентиляция по комнате, чтобы у нас выгонялся воздух из-под шапки зелени, чтобы он перемешивался. Второе. Нам нужна вытяжка. У меня это кондиционер, который выкидывает отработанный воздух. Зимой это у меня просто открытые форточки. Несколько форточек открыты, я контролирую температуру обогревателями. Летом это у нас кондиционер и, естественно, воздух переходит новый с открытой форточки, маленькой, да, фрамуги, либо с других помещений, из-под дверей, из-под каких-то щелочек в доме. И обязательный момент, что у нас должен быть всегда свежий воздух на ферме. То есть он не должен быть спрелый, он не должен стоять один воздух на ферме просто, да, там, и он прям спривает этот воздух. Нельзя перемешивать один вот этот спрелый воздух. По-любому нужно делать вытяжку и приточку, если у вас прям совсем с этим все плохо. То есть в любом случае должен приходить свежий воздух, а старый отработанный уходить. Иначе никак, иначе у нас все будет гибнуть, плесневеть и умирать. И, естественно, мы на этом нисколько не заработаем, а скорее даже потеряем свое время, силы и нервы. Поэтому, если у вас холодно, зима, или просто вы находитесь в холодном климате, можно открывать форточки, чтобы оттуда поступал свежий воздух. И перемешивать его тут просто вентиляторами двух форточек будет достаточно. Если у вас стоят стеклопакеты дома, там есть режимы, то есть его можно открывать не до конца. Если мы его на фраммугу ставим и не до конца доводим, то верхушка чуть-чуть переоткрывается. И чуть-чуть переоткрыв ее, можно туда все что угодно вставить. Карандаш, ручку, я не знаю. Все что угодно. И тогда она у нас будет чуть-чуть переоткрыта. Оттуда будет тянуться свежий воздух, но слишком сильно холодно не будет. То есть вентиляция в любом случае будет. Если у нас жарко, то мы ставим кондиционер. Он выгоняет воздух. Зимой, конечно, с этим все попроще. Если вы выращиваете на подоконнике, просто ставите там, да, несколько боксов, просто пробуете, то ничего вам не нужно. Просто открываете форточку и контролируете температурный режим. Температурный режим у нас для микрозелени это 18-22 градуса. Чем у вас выше температура, тем быстрее растет, но при этом риск возникновения плесени больше. Я, например, вообще ращу там при 20-40-25 градусах. Но у меня постоянно хорошо работает вентиляция, стоит большой кондиционер, который держит ровную температуру всегда. И когда все это на автомате, и уже точно все идет как надо, и ничего не плесневеет. Ну и также обязательно оборот. У нас не должно ничего стоять на ферме, гнить, протухать там и так далее. Мы должны просто все, что нам не нужно, что уже перерастает, не хранить на ферме. Взяли, выкинули, все. Это бизнес. Мы должны не пытаться сохранить, сэкономить. Мы должны просто делать обороты, мы должны наращивать объемы, мы должны прям по полной топить. То есть сажайте больше, специально сажайте больше. Я первое время специально сажал больше зелени для того, чтобы я понимал, что мне будет очень тяжело ее продать. Но я специально сидел и думаю, ну мне надо примерно 5 редисок. А я беру и сажаю 15 редисок. И когда я ее посадил, я уже ложусь спать и думаю, а куда я продам 15 редисок. Все это я делал конкретно для того, чтобы просто заставить себя куда-то идти продавать, потому что мне будет жалко это взять и выкинуть. Но иначе никак. Не старайтесь это все хранить, это будет только хуже. Из-за этого будет появляться плесень, из-за этого будет появляться гниль, крибок, какие-то мошки, какие-то болезни и так далее. Это все у вас будет появляться, если вы будете оставлять какие-то протухшие боксы, какие-то переросшие, которые заваливаются на ферме. Все это мы берем, выкидываем сразу же. И ничего страшного себе, стоимость небольшая, мы посадим новые. Поэтому вот для вас крутой лайфхак, сажайте больше, чем вам требуется. Для того, чтобы потом, когда это у вас вырастет, вы просто бегали с горящей головой и думали, куда бы мне это продать. И заходили во все рестораны, заходили и предлагали каждому человеку в каждый фитнес-центр, в каждый кафе, бар и так далее. Я не знаю, можно продавать куда угодно, это микрозелень, это по сути как обычная зелень. Кто кушает обычную зелень, все ее едят, кто хочет быть здоровым, все хотят быть здоровым. Очень важный момент с плесенью. Раньше у меня часто что-то плесневело, там какие-нибудь рукколы и так далее. Но когда я купил хорошие семена, у меня с этим проблемы как бы ушли. Они бывают, когда прям слишком высокая температура, что-то забуду, что-то там не посмотрю, не полью, или что-то провороню, то бывает, конечно, появляется. Но если вы покупаете хорошие семена, то изначально вы уже обеспечиваете себе хороший старт. То есть, купив хорошие семена, вы уже к этому не вернетесь, вы уже, если у вас будет плесень, то вы не будете гадать, вы будете знать, что с семенами все отлично. Либо это субстрат, какой-то косячный, какой-то зараженный, либо это вентиляция плохая, либо это прелый воздух, либо просто какая-то грязь попала. Я не знаю, либо технология была не соблюдена, может быть вообще какая-то вода плохая. Поэтому всем советую сразу же купить хорошие семена, ссылку на хорошие семена, ну где я их покупаю, которые мне нравятся, я оставляю в описании под этим роликом, можете пройти посмотреть. Да и также на все остальное, что я покупаю, субстраты, удобрения, фитолампы, все-все-все вы можете найти в описании, ну и в закрепленном комментарии тоже оставлю, думаю, будет полезно. Если вам этот ролик понравился, был полезен или был бесполезен, то поставьте лайк, если бесполезен, то дизлайк и подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, потому что я стараюсь, делаю ролики. И это мне очень поможет в продвижении канала, в появлении новых интересных роликов и каких-то новых типов контента. Сейчас очень много идей по ютубу и все будет только развиваться, все будет идти только в гору, поэтому обязательно нажимайте кнопку подписаться. Буду рассказывать все свои секреты этого бизнеса и делиться с вами. Также оставляю ссылку в описании на свой Яндекс.Зен канал, вы можете перейти и подписаться там, там будет выходить и отдельный контент, который не будет выходить на ютубе. И также, если вдруг что случится с ютубом, вы меня можете найти там. Есть у меня еще группа Telegram, чат, который собрал в себе самых крутых сети фермеров, не побоюсь этого слова, самых крутых сети фермеров, самых крутых ребят, которые очень круто разбираются в микрозелени, в выращивании даже не микрозелени, а любой другой зелени. Там есть и фермеры, которые работают с огромными объемами, там есть и просто обычные ребята, там очень много хороших людей, которые будут рады помочь, подсказать. Также я там сижу, помогаю, подсказываю, чем могу. И переходите, подписывайтесь на чат Telegram, задавайте вопросы, всегда будем рады всем, всем поможем. Микрозелень, штука крутая, вентиляцию делайте у себя на ферму правильную. Всем добра, всем здоровья, всем пока! Субтитры делал DimaTorzok